Третьяковская галерея На глазах у посетителей взял картину Архипа Куинжи И просто унес История закончилась меньше, чем за сутки Полицейские нашли похитителя и задержали его Но вот телеграм бурлит уже второй день подряд Автор канала Мейстер пишет о безопасности в музеях Работа правоохранителей никак не снимает ответственности с Третьяковской галереей и ее руководством Сегодня руководитель департамента музеев Минкульта Кононов сообщил, что количество смотрителей в залах увеличилось И пообещал, в ближайшее время все картины будут оснащены электронными датчиками безопасности Как и должно быть Должно быть, однако же не было Ну а канал Медиакиллер раскладывает ситуацию по полочкам И объясняет, почему это очень-очень плохой кейс для Третьяковки Первое. Зарубежные картинные галереи и коллекционеры в очередной раз убедились, что в Россию вести объекты искусства Самая плохая идея из всех Второе. Вопросы к безопасности галереи Если в Третьяковку может пройти любой уголовник, особенно в состоянии наркотического или алкогольного опьянения Это заставляет задуматься в том числе и посетителей Ну и третье. Много вопросов к охране объектов искусства, которые, как выясняется, охраняются по каким-то непонятным договоренностям с правоохранительными структурами Не все чисто и прозрачно, какие-то свои темки, схемки Такое тоже не нравится галеристам, да и кураторам выставок И уж мы не говорим о самом имидже галереи, которая после этого кейса воспринимается как галерея, где можно все, если ты беспредельщик Ну а авторы канала Медиатехнолог рассказывают о том, какой образ приписывают похитителю картины Рисуется весьма романтичный образ авантюриста, который столь же лихо продал эту картину и уже нежится с коктейлем где-то на вулканических островах Но! Это Россия! Ребят, вора задержали в Подмосковье, и это просто наркоман, который ранее уже проходил по делу о хранении Вот так безнадежно рушится образ неуловимого похитителя картин Остается лишь гадать, этот потребитель наркотиков в самом деле ценитель творчества Куинджа или просто тупо залип на полотно, пишут авторы Ну и естественно народное творчество не заставило себя долго ждать Канал Нежный Пиарщик постит прекрасное четверостишье По просторам Одинцова Гелендваген белым чит, из багажника Куинджи подозрительно торчит Но от себя добавлю, очевидный плюс всей этой истории с похищением картины Куинджи Народ хотя бы узнал, кто такой этот Куинджи Да еще и Архип Ладно, немного политики в ленту, как говорится Канал Доктор прописал, реагирует на заявление премьеры Японии Синзо Абе Тот заявил, что мирный договор с Россией будет заключен на базе декларации 1956 года И все такие, ага, два острова отдадут Но нет Автор задается вопросом Простите, а чего он такого сказал, чего раньше не говорил? Ну вот ускоряли переговоры несколько дней назад во время визита Абе в Москву и чего? Почему опять отдаем-то? Спокойствие, граждане, только спокойствие Ну а закончим житейским Канал Народный Корреспондент пришел к нам с рубрикой «Занимательная физиология» Прекрасный заголовок Правое полушарие мозга россиян хочет денег Довели полушарие, конечно Чтобы быть в курсе всех самых главных новостей из жизни российского, не только Телеграма И получать их в удобной для вас форме Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Телеграм Вот его адрес Там найдете наши предыдущие обзоры, много интересной информации И помните, не все то, что пишет анонимный инсайдер, это правда С вами был Дмитрий Блинников И обзор анонимных и не очень Телеграм-каналов Будьте онлайн, несмотря ни на что Пока